Ценарный план, ценарь, оттуда начинается монтаж, потому что монтаж – это логическое размышление. Ракья Шершенова – единственный в Кыргызстане режиссёр-монтажёр высочайшего класса, работать с которым считали за честь режиссёры из Москвы, Ташкента, Алматы и Душанбе. Свою творческую деятельность начала в 1959 году в качестве ассистента режиссёра документальных фильмов. Потеряв маму в юном возрасте, десятиклассница переехала жить к тёте. Вскоре дядя Ракея Шершеновой помог устроиться в киностудию. И именно тогда началось её путешествие в волшебный мир кинематографа. Месяц три советской ревизии выходило. Летом все уезжали на съёмку. Потом некоторые сюжеты режиссёры не брали. Она накапливалась в конце квартала. Надо было сделать. Мне давали, которые все отказывались от сюжета. Ну, я посмотрю, смонтирую музыку, подходящую музыку, дикторский текст. Смотрю, дают первые категории. Я сама слышала, был документалист Токарев. Он смотрит, говорит, а я от его сюжета отказался. Смотри, какой получился приличный. Так Ракея Шершенова прошла путь от ученицы до режиссёра-монтажёра в высшей категории. Последние 27 лет суверенного Кыргызстана работает как режиссёр. Создала свыше 30 документальных фильмов. Как монтажёр Ракея Шершенова работала с такими знаменитыми кыргызскими режиссёрами, как Мелиссу Букеев, Толюмешо Кеев, Альгиманта Свидугерис и другими. Их фильмы стали лауреатами многих престижных международных кинофестивалей и принесли славу отечественному кинематографу. Борон Дубекета тоже как картина, Млечный путь, Найманена, Манкурти. Это все проекты. Потом, когда падает гора прощания, полнометражные документальные фильмы. И Мир Абая тоже проект новый. Мир Айтматова 90-летие. Это проекты. Потом я горжусь твоими студентами, дипломными работами. Я хочу пользоваться моментом сказать, благодаря дипломной работе Абу, это называется «Зарлышен болваса зардаладе им навар». Благодаря этой картине я получила квартиру. Представительница «Кыргызского чуда» считает, что современному кинематографу не стоит забывать классические приемы при создании фильмов. То, что они сценарии драматургии не обращают внимания. Режиссер должен видеть, оператор должен видеть, каждый кадр до съемки представить. Я по этому методу работаю, дипломная работа. Ракия Шершенова сейчас 80 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, она преподает на кафедре кино Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бешеналиевой. С особым трепетом она показывает студентам шедевры советского кинематографа и показывает эскизы раскадровок, которые бережно хранит по сей день. «Каждый раз показывает нам фильмы наших советских операторов, режиссеров. После просмотра мы разговариваем, обсуждаем каждый кадр. И она нас учит тому, что каждый кадр должен говорить. Пустой не был, имеется в виду в этом плане». Кроме будущего студентов, Ракию Шершенова волнует экологическое состояние кыргызской земли. Она переживает за Сарычелек, Иссыкуль и Ореховые леса Арсланбоба. «Сейчас очень стоит актуальна защита природы. Вот я своими глазами видела Арсланбоб, Ореховый лес. Она пустыня. Я последний раз видела, когда Шамшиев снимал тайны Орехового леса. До этого я была 2-3 раза. Я была сильно расстроена. Там кроме ореха другие растут фруктовые деревья, уникальные. Алча, яблоки, груши. Их нету. Все спилили, сожгли». Ракия Сатаркуловна имеет ряд благодарностей и неоднократно поощрялась правительством Кыргызстана киностудии «Кыргызфильм». Она отличник кинематографии СССР и заслуженный работник культуры Кыргызской СССР со значительной заслуги в развитии кыргызской национальной кинематографии награждена медалями «Данг», «Отличник культуры» и «Кыргызское чудо». Айгирим Рамилева, Ормат Мамбиталиев, 5 канал.